Год 75-летнего юбилея Великой Победы отмечен многими большими делами, посвященными этой дате и прославляющими подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Не остался в стране и Союз журналистов Подмосковья. Была выпущена своеобразная книга памяти, в которой собраны лучшие журналистские произведения о событиях Великой Отечественной, о подвигах героев на фронте и в тылу, о работе военных корреспондентов. Издание презентовали в лектории Музея Москвы. Смысл и суть этого проекта в том, чтобы журналисты не забывали тему Великой Отечественной войны сразу после 9 мая, чтобы эта тема звучала в повестке наших СМИ. В книге три главы. Первая посвящена нашим коллегам, журналистам-фронтовикам, рассказам о работе подмосковных редакций в годы Великой Отечественной войны. Например, будущий главный редактор «Вечерней Москвы» Семен Индурский в годы войны работал в областной газете «Московский большевик». Индурский в годы войны называл главные отделы редакции, часто бывал на передовой, писал заметки прямо оттуда, из блиндажей, из окопов. Именно он первым написал о подвиге Зои Космедемьянской. Этот материал был опубликован на первой странице газеты «Московский большевик». Тема подвига нашего народа в годы войны не исчезает со страниц газет, из теле- и радиоэфиров. В книге собраны публикации разных лет. Одна из них – про бывшего председателя Щелковского совета ветеранов генерал-майора Андрея Гладилина. Она опубликована в газете «Родина». Человека этого в Щелковском районе знают, естественно, уважают. Имя этого человека, я думаю, будут помнить и помнить долго. Книга рождалась непросто. Работа поставила на паузу пандемия, и возобновились они только в конце июня. В короткие сроки издания смогли подготовить и напечатать. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева поблагодарила авторский коллектив редакторов, издателей, и каждому вручила экземпляр книги. Нужно отметить, что книга увидела свет в рамках разработанного Союзом журналистов Подмосковья проекта под названием «Журналистский долг памяти», реализацию которого поддержал Фонд президентских грантов. Задача проекта «Журналистский долг памяти», первым этапом которого является это издание, чтобы тему Великой Отечественной разрабатывали не только опытные мастера. Нужно, чтобы и для нового поколения пишущих и снимающих она стала понятной и близкой. У меня есть такое нехорошее тревожное опасение, что патриотизм сегодня приобретает такие обрядовые какие-то черты, понимаете? А он должен быть частью личности молодого человека. Приходят, входят в жизнь люди, которые не видели, может быть, героев войны или не имели возможности как-то беседовать с ними. И вот эта эстафета, чтобы не прервалась. Книга памяти поступит в подмосковные музеи, школьные библиотеки, и, конечно, ее будут раздавать на встречах со студентами, со школьниками, начинающими журналистами, чтобы на опыте старших побудить и развить у них интерес к военно-исторической тематике, научить работать с такими текстами, а также с уникальными документами, письмами, фотографиями, которые хранятся в семьях потомков фронтовиков и в государственных архивах. Это наш общий проект, и вокруг вот такого правильного дела журналисты сплачиваются. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.